Всем привет, друзья! Мы продолжаем нашу многосерийную эпопею с участием Redmi K20 Pro, которую мы уже успели сравнить с Mi 9T, также с OnePlus 7 Pro. Ну а сегодня на канале у нас рубрика по заявкам подписчиков. Многие из вас в комментариях просили сравнить Redmi K20 Pro с Mi 9, так что, как говорится, вы сами напросились. И сегодня, как вы любите, сравним эти модели от и до, начиная с комплектации и заканчивая подробным разбором камеры и автономности. Так что оставайтесь с нами до конца, чтобы ничего не пропустить. Но мы начинаем, как всегда, с распаковки и сравнения комплектации. Итак, поехали! Начнем с моделей, которая была уже ранена обзоре. Что это за херня? Ну и по нашей традиции начинаем распаковку с моделей, которая уже была ранена обзоре у нас. Redmi K20 Pro. Итак, изначально в коробке мы находим конверт с логотипом Redmi. Новый логотип, если кто не видел. В конверте ключ для извлечения лотка под сим-карты. Далее, набор макулатуры. Комплектный чехол. Её, б***ь! А ещё в этом конверте находится комплектный пластиковый бампер. Ну, качество у него такое, посредственное. Но на первое время, я думаю, сойдёт. Ну и далее в коробке, естественно, сам смартфон. Сегодня модель у нас в синем цвете. Вот, на мой взгляд, это лучший цвет из всех трёх. Красного, синего и чёрного. Ну и ниже под смартфоном на дне коробки. Зарядное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки. И кабель USB Type-C. Ну а теперь, наконец, пришла очередь вскрыть Mi 9. Посмотрим, что в его комплектации. Здесь нам нож понадобится. Потому что, как вы видите, упаковка у нас полностью запакована. Упаковка вскрыта. Итак, здесь у нас без сюрпризов. Такой же, практически, конверт. Только без логотипа Redmi. Внутри конверта также ключ для извлечения лотка под сим-карты. Плюс здесь добавляется переходник под наушники 3,5 мм. Далее, внутри также бампер. В данном случае он силиконовый. С такого вот мягкого, неплотного силикона. В отличие от OnePlus. Также в конверте мы находим гарантийный талон и юзергайд. Только в данном случае они на английском. Потому что у нас глобальная версия Mi 9. Ниже в коробке уже ожидаемо сам смартфон. Сегодня модель у нас в цвете Ocean Blue или Ocean Blue. В общем, голубой цвет, как и Redmi K20 Pro. Ну и также, как в прошлый раз, зарядное устройство с поддержкой функции быстрой зарядки и кабель USB Type-C. И сразу покажу вам, как выглядят смартфоны с родными чехлами, бамперами. Называйте, как хотите. Камера, как вы видите, на Mi 9, к сожалению, выпирает за пределы родного бампера. На Redmi K20 Pro, в свою очередь, камера практически равномерно на уровне бампера находится. Ну и перед тем, как приступить к более подробным тестам и сравнениям. Для начала пройдемся кратко по характеристикам. Все основные параметры смартфонов вы увидите сейчас на ваших экранах. Итак, справа характеристики Redmi K20 Pro. Слева характеристики Xiaomi Mi 9. И, как обычно, ссылку на более подробные характеристики я оставлю ниже в описании. И от себя добавлю небольшое уточнение по поводу памяти. Обе сегодняшние модели у нас представлены объемом оперативной памяти 6 ГБ и объемом встроенной памяти 128 ГБ. Ну а теперь давайте ознакомимся с смартфонами, так скажем, поближе. Начнем сравнение по внешним параметрам. Начинаем с левой стороны на Mi 9. На левой стороне располагается кнопка Google Ассистента и лоток под сим-карты. Напомню, обе модели поддерживают карты памяти формата nanoSIM и не поддерживают карты памяти. На верхнем торце на Mi 9 микрофон шумоподавления и инфракрасный порт. На Redmi K20 Pro микрофон шумоподавления и вход под наушники. На правой стороне кнопка питания и качелька громкости. Также вы здесь можете опять-таки видеть, насколько сильно выпирает камера на Mi 9 против камеры на Redmi K20 Pro. На нижнем торце на Mi 9 у нас микрофон, динамик, порт USB Type-C. И на Redmi K20 Pro в свою очередь также динамик, микрофон, порт USB Type-C и лоток под сим-карты. Но что касается задней крышки, здесь помимо модулей основных камер и вспышек больше ничего нет. Также вначале расскажу об эргономике. Обе модели по габаритам практически одинаковые. По толщине, конечно, в свою очередь Redmi K20 Pro совсем немного, но все-таки толще, чем Mi 9. Но тем не менее, обе модели в руке лежат достаточно прикладисто, удобно. У них плавные углы, руку сильно не давят. Ну и перед тем, как уже запустить оба смартфона, нам потребуется для начала снять защитные или транспортировочные пленки. Начнем с Mi 9. Снимаем родную пленочку. Ох, какой звук. И теперь то же самое проделываем с Redmi K20 Pro. Снимаем пленку. Ну и как обычно, вначале смотрим и запоминаем заряд аккумулятора и посмотрим, какой заряд аккумулятора останется после обзора. Итак, на Mi 9 заряд аккумулятора в начале 93% и на Redmi K20 Pro заряд аккумулятора 94%. И начнем, пожалуй, наше сравнение с дисплеев. Итак, оба дисплея у нас сейчас выкручены на максимум и автояркость на дисплеях отключена. Начнем, как всегда, с углов. Для начала посмотрим на дисплее слева, под самым крутым углом. Также теперь посмотрим под таким же углом справа. Теперь посмотрим тоже под крутым углом снизу. Ну и посмотрим для полной картины сверху на дисплее. Ну и так как у нас оба дисплея Super AMOLED, давайте посмотрим и сравним белый цвет. Ну и раз мы уже заговорили о дисплеях, давайте также протестируем на скорость работы сканеры отпечатка пальцев, которые как раз-таки где-то здесь у нас под дисплеями или в дисплеях находятся. Итак, попробуем это сделать одновременно. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний, третий раз. Раз, два, три. Далее в режиме онлайн смотрим и проверяем на актуальность прошивки, которые сейчас установлены на смартфонах. Так, открываем обновление системы, ждем, смотрим. Обновления ни там, ни там не найдены. Ну и давайте подробнее расскажу о прошивке на Redmi K20 Pro. Итак, прошивка на Redmi K20 Pro определяет смартфон как Mi 9T Pro. Можно предположить, что эта прошивка была откуда-то слита. Также я думаю, что совсем в скором времени нас ожидает выход на глобальный рынок как раз таки Mi 9T Pro. И мы начинаем наше сравнение с проверки качества звучания мультимедийных динамиков. Итак, начнем с Redmi K20 Pro. Звук на максимум. И тот же отрезок на Mi 9. Далее мы приступаем к тесту в бенчмарках. Первый на очереди у нас тест Antutu. Запускаем на скорость одновременно. На счет 3. Раз, два, три. И по завершению теста Antutu у нас вперед с существенным отрывом вырывается Mi 9. Следующий тест это Geekbench 4. Также запускаем на скорость одновременно. Итак, на счет 3. Раз, два, три. И по завершению теста Geekbench уже вперед выходит Redmi K20 Pro. И последний на сегодня синтетика CPU троттлинг тест. Проверим смартфоны на троттлинг. Запустим одновременно. Раз, два, три. И по завершению данного теста лучшие результаты показывает Mi 9. Скорее всего вы меня не простите, если ничего не скажу про виброотклик. Сейчас он на максимум установлен здесь. Послушаем. И здесь. От себя скажу, что на Mi 9 он тактильно более приятный. Он, так скажем, более гладкий, более плавный. Не знаю, как это описать словами. Давайте протестируем смартфоны в реальных боевых условиях. В играх, а конкретно в PUBG. Запустим одновременно на счет 3. Раз, два, три. Также по нашей традиции будем снимать температуру с корпуса с помощью нашего термометра. Для начала посмотрим настройки графики. Графика у нас стоит на максимум, которая доступна здесь на данном смартфоне без спецсовта. И благодаря приложению Game Turbo мы теперь можем наконец-то смотреть, а не гадать сколько все-таки FPS в игре. Итак, вызываем панель Game Turbo. И видим, что у нас на счетчике 41 FPS. Но, к сожалению, если начать двигаться, данная панель уплывает. Ну и у нас тем временем по истечению примерно 10 минут в игре температура достигла 36,6 градусов. Плюсом Redmi K2 Pro, конечно, несомненно, могу отнести достаточно большую диагональ. А также несомненным плюсом будет достаточно емкий аккумулятор, который позволит вам долгое время находиться в игре. Если верить приложению Game Turbo, процессор во время игры загружен у нас на 27-29%. Ну что ж, давайте где-нибудь здесь спрячемся и зайдем в этот же бой на Mi 9. Да, умри. О чем я, ах да. Так вот, здесь у нас также хорошо работает приложение Game Turbo. Также мы видим на счетчике те же 41, ух ты, даже 55 FPS, 60 FPS. Что происходит с PUBG? Господа, я думал, что мне это показалось. 41, видимо, какой-то глюк все-таки был. Процессор у нас также загружен примерно на 20-25%. И видеопроцессор загружается примерно на 24%. Но FPS все-таки чудесный случилось. Держится в среднем на 40. Также к плюсам Mi 9 можно отнести большую и удобную диагональ для игр. Но что касается минусов, да, здесь, к сожалению, чуть менее емкий аккумулятор. Если сравнивать, опять-таки, с Redmi K20 Pro. И у нас с вами по истечении примерно тех же 10 минут в игре температура чуть выше 37,3 градуса. На этом, я думаю, с PUBG и с играми в целом можем закончить. И давайте перейдем к подробному тесту и сравнению камер. Итак, настройки графики на Mi 9, чтобы вы не думали, что здесь какие-то супер настройки были. Поэтому мы увидели с вами 60 FPS в PUBG. Желаем их для всех, наверное. Итак, настройки здесь точно такие же, как и на Redmi K20 Pro были до этого. Ну и перед тем, как приступить к подробному разбору камер, для тех, кто с нами первый раз, возможно, кто еще не видел, не слышал, я продемонстрирую, как работает фронтальная камера на Redmi K20 Pro. Так, запускаю и послушаем. Данный звук, кстати, можно отключить в настройках. И, кстати, если вам интересно, закроется ли камера, если вдруг выронить случайно телефон из рук, или с высоты кармана, или вообще из рук, то переходите по ссылке в правом верхнем углу и посмотрите. Такой эксперимент, тест я уже проводил. Также хочу вам напомнить, что все оригиналы и исходники вы найдете либо в моей группе ВКонтакте, либо в моем канале Телеграм. Так что, кому интересно посмотреть, скачать оригиналы, приходите, скачивайте и не забудьте подписаться. Ну а дальше вам я желаю приятного просмотра. Поехали! 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 Продолжение следует... По записи видео на родное приложение камеры, Full HD 60 кадров в секунду, пройдемся обычным шагом, а теперь побежим, стоп, делаем фокус на конях. И после всего увиденного сегодня мы с вами как обычно подводим итог, резюмируем, поговорим о сильных и слабых сторонах обеих моделей, ну и конечно же поделюсь своим мнением, какой из данных смартфонов и почему выбрал бы я. Для начала хотел бы отметить плюсы и минусы обеих моделей, давайте начнем с Redmi K20 Pro. Для начала плюсы, конечно несомненный плюс это топовое железо, также достаточно хорошая камера, далее также поддержка функции быстрой зарядки до 27 ватт, следующий плюс достаточно неплохой звук, а также к плюсам отнесем наличие модуля NFC, вход под наушники 3,5 мм, аккумулятор на 4000 мАч, последний плюс наверное более субъективный, это большая диагональ. Теперь переходим к минусам, к сожалению нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, также злодеи убрали инфракрасный порт и последний минус субъективный, это выдвижная камера. Теперь поговорим о Mi 9, первый плюс это конечно же топовое железо, также отличная неплохая камера, также поддержка быстрой зарядки до 27 ватт, следующий плюс это поддержка беспроводной зарядки, также к плюсам отнесем неплохой звук, наличие инфракрасного порта, наличие NFC модуля, ну и опять таки достаточно большая и удобная для игр и для просмотров фильмов диагональ. Теперь к минусам, нет также поддержки карт памяти, нет входа под наушники, ну и последний минус это все-таки аккумулятор и автономность. Ну и кстати что касается автономности, давайте посмотрим какой заряд аккумулятора остался на моделях и расскажу вам подробнее про автономность. Итак, на Mi 9 80% заряд аккумулятора после обзора и на K20 Pro 83%. Ну и результаты теста автономности вы увидите сейчас на ваших экранах. Лишний раз вам напомню, что самые лучшие цены на данные модели вы найдете ниже по ссылкам в описании, там будут лучшие цены, лучшие продавцы. Те кто с нами уже давно на канале знают, что для меня главным критерием является автономность во-первых, во-вторых большая и удобная диагональ. Так что в данном случае я бы наверное все-таки отдал предпочтение Redmi K20 Pro. Если вы вдруг еще не с нами, не забудьте подписаться на канал. И на этом я с вами прощаюсь, всем пока, до встречи.